Злой человек не даст людям удочку, он будет давать им рыбу. Максим Прия, 2024 год нашей эры. Доброго времени суток, дамы и господа. Золото в Вове нереально нужная валюта, это факт. Можем купить себе жетон варкрафтовский с целью того, чтобы вообще хотя бы играть в эту игру. Можем купить реагенты для крафта, заплатить нормально крафтеру с целью того, чтобы нам сделали хорошую вещицу. Также золото можно пустить вообще куда угодно, все зависит от вашей фантазии. Именно о том, как получить золотишко в 2024 году, сегодня поговорим. Расскажу вам несколько интересных способов, которые раскроются дополнительно, если у вас есть армия твинков. Чем больше персонажей, тем лучше, как для фарма золота, так и для фарма маутов, трансмогов, да и всего прочего в целом. Что же касательно моего золота, переживать не стоит, оно имеется. В Дреноре я еще нафармил много золотишко, в следующих аддонах тоже немножко подфармливал. Ну а на текущий момент в Драгонфлайте просто грех не нафармить голдишку. Она сама тебе падает в рюкзак, она сама просто-напросто течет, как ручей, нам в сумку. Тот, кто делает действия различные в игре, получает много золота. Это факт. С целью того, чтобы отследить количество моего получаемого золота, я приглашаю вас в свой Дискорд сервер. Там есть текстовый канал, глобальное обсуждение и в нем закрепленное сообщение. В этом закрепленном сообщении я периодически прописываю дату, время и количество голдишки, которые у меня есть на текущий момент времени. Быть может вам это будет интересно. Первый способ нестабильный, рандомный, но хорошо приносящий золото. И чем больше у нас персонажей, тем больше викликов этих мы можем взять. За виклик мы получаем горшок с припасами. И выполнив еженедельное задание, мы можем получить мешочек алхимических приправ. И этот мешочек алхимических приправ прекрасно продается на аукционе. Текущая цена предмета на аукционе 61 тысяча. Окей, округлим до 60. Это замечательная цена, не то что было 6 декабря, в момент старта третьих крафтов, которые делали в пользу мешочка. Там все выкатили свои мешочки на аук, и цена снизилась до 45 тысяч. На текущий момент 293 штуки лежат на аукционе. А в декабре, 6 числа, было около 2000 мешочков. Таким образом, рынок немножко опустился, и цена тоже опустилась. Грустное было время, но текущая цена реально радует. И дропая мешочек можно озолотиться. С целью того, чтобы вообще начать весь этот путь, нам потребуется небольшая известность у искарских лыкаров. А именно, третья известность. То есть, получаем 2500 репы и еще 2500 репы. В ходе квестов, в целом-то, получить это все легко. Большие пиршества открываются. Говорим с маленьким мопчиком за 15 минут до старта варки супа или во время варки супа. Берем этот виклик и делаем его. Кинук, главный суповар, он будет давать нам поручение. Нажимая экстра баттон в виде кулинарной шляпки, делая его поручение, принося мясо, рыбку, скидывая в главный котел, мы получаем прогресс в этом квесте. Само собой, все это рандомно. Мешочек может вообще не падать, 3 или 4 кд подряд. Я варю 12 персами и был момент, 3 недели подряд без мешочков. Поэтому, нестабильно, молитесь перед тем, как открывать этот горшок с припасами. Быть может, вам мешочек будет падать каждое кд. Следующий предмет, о котором мы поговорим, о жерелье трофей кентавра. Требуется для различных крафтов, которые начали активно люди делать в третьем сезоне. Потому что статы поменялись, крафты поменялись, украшения на дэмэдж понерфили. И украшения на статы стали довольно-таки интересными. Латники начали делать наручи, другие классы начали делать другие слоты. Поэтому, о жерелье вместо 600 золота начало стоить примерно 20 тысяч золота. Что нам нужно для того, чтобы фармить? Нам требуется отношение у кентавров, хотя бы пятая известность. И таким образом, нам открывается охота. Охота, это метка, рог на карте. Летим к этому рогу, возможно, там будут люди. И выполняем различные этапы. Немножко, так сказать, охотимся. Охотимся, в конце получаем контейнер. И с этого контейнера у нас есть шанс на то, что мы получим это ожерелье. Если я сейчас не покажу, как этот рог выглядит, вы будете много вопросов задавать. Поэтому давайте сразу покажу. Открываем карту Драконьих Островов. И вот он. Великая охота. Отправляйтесь на берега Пробуждения к месту Великой Охоты клана Шикар. Меняется зона каждые 2 часа. Поэтому будьте бдительны. В тот момент, когда мы перемещаемся по Драконьим Островам, мы можем увидеть различные локалочки. Где-то на золото, где-то на баджик на репутацию, где-то вообще локалка на питомцев, а где-то стоит ворлдбосс. И, само собой, локалки на голдишку-то выгодные, особенно под сороками. Сейчас все объясню. Аддон имеется ворлд-квест-лист у меня, полностью показывающий, сколько золота я получу за все эти локалки. Но без учета сорок. Что такое сороки? Сороки — это баф, который пропрокивает в той локации, где на текущий момент имеется прилив снов. Бафы ротируются, за них голосуют. И если прокают сороки, то все локальные задания, которые приносят чистое золото, начинают давать золото в 2 раза больше. При текущем цикле на берегах пробуждения это всего лишь одно локальное задание, но довольно-таки быстрое. Если сделать на всех персонажах под сороками, то вместо 660 золота мы получим вдвое больше. Круто? Ну да, вполне. Также не стоит забывать про кошельки, которые мы лутаем за гонку. Там все-таки 500-600 голды, тоже неплохо. В пещере Заралек есть локалки на голдишку. В Азумрудном сне такие себе локалки на голдишку порой. Там типа 28 золота и шмотка. Ну это смешно. Текущие бафы посмотрим, какие у нас имеются на берегах пробуждения. Ну, что-то не то. А голосуют за что? Ну, тоже не то. Бафы меняются каждые полчаса, поэтому подтаймить в целом можно. И прилететь в нужный момент тоже можно. Стоит помнить, что локалки обновляются каждые 3,5 дня. То есть в среду утром появляются новые локальные задания и в субботу вечером. Поэтому смотрите, быть может что-то можно сделать, где-то в какой-то момент ускорится. Сочные локальные задания были в период с 27 декабря по 30 декабря на берегах пробуждения. Как раз-таки под Сороками. За 12 минут их выполнения, за 10 минут их выполнения я получил 6000 голдишки. Много это или мало? Думайте сами. И, конечно же, не стоит забывать про арену, которая находится в равнинах Анары. Делаем немножко квестиков. После этого нам разблокируется локальное задание, которое дает случайную награду. Плюс 600 голды. То есть даже если на этом локальном задании написано, что мы получаем шмоточку, то мы все равно получим еще дополнительно 600 золота за выполнение этого локального задания. Круто? Да, вполне. Не, выполнив это локальное задание со среды по субботу, там давалось 1000 золота и еще 600-ка сверху. То есть 1600 золота за убийство одного мопца. Заказы в профессиях. Новая механика, которая была придумана компанией Blizzard в дополнении Dragonflight. И, возможно, эта система будет еще и в новом дополнении. Поэтому рекомендую разобраться хорошенько и наплевательски не относиться вообще к профессиям на данный момент времени. Суть-то в том, что многие люди, видя профессии, говорят, что да это сложно, да качать профессию год, да на то, чтобы ее прокачать нужен миллион, да уже в целом поздно вообще заниматься профессиями. И играем мы в эту игру последний год. Заблужденное мнение, вообще неправильные мысли в целом, профессия качается легко, тратить нужно голдишки немного, знания можно формануть, да вообще отовсюду. Очень много нынче притоков, различные PvP-шные крафты, PvE-шные крафты. И сделать себе 486-ю вещицу гарантированно, никому при этом не заплатив ни голдинки. Это в целом приятно. Экономия лучше Goldfarm. Помимо того, что мы будем крафтить вещицы для себя, например, у меня на ДК кузнечка, я сам себе делал вещицы, мы еще и другим людям будем крафтить вещицы. И не просто будем им крафтить, а еще и с находчивостью не себе просто-напросто генерировать реагенты с воздуха. Это ж круто. Допустим, открываем заказы, мне даже прислали во время записи видоса. Я не знаю, кто это, но вот заказ. Надеваем молоточек на находчивость с целью того, чтобы побольше реагентов себя из воздуха сгенерировать. Жмем выполнить заказ, жмем создать. Мало того, что получаем 100 голдинки, слитков мы не получаем. За 2 клика 100 голды, а может быть и не 100, а бывает все по-разному. Разные заказы, разные люди, по-разному прокает находчивость. И генерировать голдишку из воздуха в целом приятно. И если под этим видео наберется миллион лайков за неделю, то я сделаю полный гайд по всем профессиям. Ладно, окей, не миллион, но хотя бы хорошая какая-нибудь циферка. Думаю, мы с вами договорились. Крафт щита был максимально простой. Если рассмотреть этот посох, то тут и гребень аспекта, и украшения, и даже тер-3 реагенты вложенные. Но этого все равно не хватает с целью того, чтобы гарантированно сделать 486-й посох. Поэтому крафтер вынужден использовать свой шарик. А за шарик полагается доплата. Во сколько голды крафтер оценивает свой шарик, вопрос весьма интересный. Какие-то крафты дорогие, какие-то крафты дешевые. Например, на европейских серверах шарик оценивают как 15 тысяч голды. На Ару Реалмах, конечно, подешевле. Имеются обычные крафты, имеются крафты, которые изучаются по дорогим рецептам. Имеются гнилые крафты, где крафтер должен прибежать к алтарю гнили. Все оценивается по-разному. Очень глубокая, просто тема для обсуждения. Для добывающей профессии тоже есть неплохой голдфарм, а именно для снятия шкур. Наша задача обшкуривать ежедневно магма-кобру. Да, цена уже не 40 тысяч голды, как была указана в гайде. Ссылочка на него, конечно же, будет в описании. 20 минут подготовки. А далее тратим 1 минуту в день на персонажа для попытки пролутать эту кожицу. Почему бы и нет. Также мы можем использовать стихийные приманки, которые дадут нам некоторое количество стихий, которые потом можно реализовать также на аукционе. В целом-то, почему бы и не попробовать. Если имеется армия персонажей, вообще без профессии, то займитесь снятием шкур. Компания Blizzard очень любит реанимировать старый контент. И Noxramus легендарный рейд тому подтверждение. Имеется секретная цепочка, которую мы, сделав, получаем доступ к дропу камней с боссов. Дропая камни, убивая боссов, мы можем эти камушки выменять на предметы. Например, накупить кучу шапок, открыть их и получить шлем оплакиваемого рыцаря. Его даже на аукционе Гордуни на текущий момент нет. И, быть может, если вы его выставите тысяч так за 200, его купят. А для чего нужны эти предметы рыцаря? А эти предметы рыцаря нужны для того, чтобы сделать тир-3 сет. Я делал его в августе. Видосики уже не остались никакие в виде записей. Но имеется полный гайд у меня на ютубе о том, как сделать эту секретную цепочку. И вообще всё-всё-всё про Nox имеется. Поэтому ссылочки, конечно же, оставлю в описании. Также, в тот момент, когда мы проходим Nox, рекомендую напуливать кучу трэша. Подводить к боссу, ауешить после этого. Это делается с целью получения обрывков. На аукционе 174 золота они стоят. И их покупают. Подождав минуту, мы получили целых 74 золота. Игра аукционом, словили дешёвый лот. Продали то, что исправно покупают. Это тоже круто, как один из способов. На этом, пожалуй, всё. Чем пользуюсь конкретно я? Я периодически делаю локалки. Я периодически делаю крафты для людей. Nox я уже не посещаю. Примерно с конца августа. Тошнит? Хватит. Спасибо, сет выформил. Суп, само собой, варю. Еженедельно, 12 персами. Касательно охоты, надо бы начать это делать. Касательно кожи кобры, 4 персонажа, 4 шкуродёра. И 1-2 кожицы в день в среднем падает. Это неплохой результат. Таким образом, голдиш капается, в какой-то момент побольше апается, в какой-то поменьше. Если же у вас есть какие-то способы по голдфарму, дайте знать об этом в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok